Они просто в наглую показывают, что делать то, что делал Рабаданов нельзя. Если вы будете делать, мы вот так в наглую вас посадим. Может быть за гранату, может мы вам гранату подкинем, а может быть мешок марихуаны подкинем, а может героин вам подкинем. Это не важно. Нас не будет волновать вопрос. Когда вы Давудов говорили, что первые пойдут на джихад со своими сыновьями, но они едут в Украину. Но почему и сыновья не рвутся на фронт? Насколько же им плевать на репутацию лицов? Я тоже удивляюсь этому вопросу. Как ты думаешь, Трамп закончит войну? Удастся ему это сделать или нет? Наверное, ты это хотел спросить. Я не знаю. Я не могу, конечно, давать такие прогнозы. Но то, что он хочет это сделать, и его главным лозунгом его предвыборной кампании было именно это. В этом нет сомнений. И то, что он искренне этого желает, я думаю, в этом тоже сомневаться не будет. Не приходится. Из этого можно сделать определенные выводы. И для нас тоже. Потому что в нашем сопротивлении, в хищенском, в наших сторонниках свободы, у нас тоже есть такой свой кац у нас есть. У нас есть свой Ходорковский. Люди из 90-х. То есть люди новые, из нового поколения, недовольные всеми. Те, кто считают, что вообще всех нужно критиковать. Там очень разные. В этом плане мы очень похожи. Бисмиллаху, альхамдуллиллаху, ассалатуу, ассалатуу аля, Расуллиллаху, а ба'ад, ассаламу алейкум, а рахматуллаху. Приветствую вас, дорогие друзья. Как обычно, сегодня воскресенье у нас с вами обычный воскресный эфир. И, наверное, буквально свежая и главная на данный момент, на сегодняшний день, новость. Только что сообщили Reuters, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары вглубь российской территории, предоставленным США оружием. Это, на самом деле, очень долгожданное решение. Очень давно Украина просила о том, чтобы им дали это разрешение. И вот теперь, перед тем, как уйти из Белого дома, администрация Байдена принимает историческое и очень важное, по сути, решение, которое сейчас, конечно же, очень серьезно поменяет вообще в целом расклад в Украине. Ну и, конечно, это является такой эскалацией. Это, видимо, для меня, знаете, такая вот, это напоминает последнюю вспышку свечи перед тем, как погаснуть. Она дает очень такую характерную вспышку. Вот, видимо, администрация Байдена решила дать такую вспышку, так как пришедшая власти новая администрация Дональда Трампа не скрывает, что они не намерены поддерживать эту войну, точнее, поддерживать Украину в этой войне. И они заинтересованы достижением мира и, ну, по сути, любой ценой. То есть, задачей новой администрации будет, они перед собой ставят задачу посадить за стол переговоров Россию и Украину. В такой ситуации говорить о том, что им разрешат бить вглубь, конечно, не приходится. И вот, по всей видимости, понимая это, администрация Байдена принимает такое решение. Возможно, невозможно, скорее всего, очень убедительные просьбы со стороны Украины были перед тем, как уйти, чтобы администрация Байдена такое разрешение дала ее. В общем, такое разрешение получено теперь, начиная с сегодняшней ночи, завтрашнего дня. Будем наблюдать, возможно, будет интересно. Интересно. Сразу же встает вопрос, какими будут первые цели. Здесь сказано, что ракеты АТАК МС способностью бить 300 с лишним километров вглубь России. То есть, эти ракеты уже имеются у Украины. Скорее всего, они воспользуются именно этими ракетами. И вот с учетом этого радиуса, то есть, возможности бить на 300 километров, интересно, какие цели будут в первую очередь поражены в этой зоне на российской территории. Короче, будем наблюдать, друзья. Это будет, это теперь новый, можно сказать, этап в этой войне. Я, ну, наверное, ну ладно, не буду озвучивать какого-то отношения. Скажу, что это в целом очень интересно. За этим будет интересно наблюдать. Как ты думаешь, Трамп закончит войну? Удастся ему это сделать или нет? Наверное, ты это хотел спросить. Я не знаю, я не могу, конечно, давать такие прогнозы. Но то, что он хочет это сделать, и его главным лозунгом его предвыборной кампании было именно это, в этом нет сомнений. И то, что он искренне этого желает, я думаю, в этом тоже сомневаться не приходится. Он сделает все возможное для того, чтобы эту войну реально закончить без каких-то разговоров победы, выгоды и для Украины, имеется в виду, без каких-то разговоров о справедливости, насколько это справедливо. Вот мне абсолютно, на мой взгляд, эта тема не волнует. Для него сейчас главное любой ценой закончить эту войну, то есть остановить ее, заморозить по формате, допустим, корейской войны. И когда вроде бы война и не закончена, они до сих пор находятся в состоянии войны, Южная и Северная Корея. Но по факту боевых действий нет. Есть демилитаризованная зона, есть постоянное напряжение, но от боевых действий, открытых, их нет. Вот, на мой взгляд, Трамп хочет нечто подобное. То есть по линии фронта не важно, что украинские территории находятся в оккупации, не важно, что ни о каком Крыме, ну все то, что говорили, те цели и задачи, которые до сих пор ставились, озвучивались, что война должна привести к деоккупации всей территории Украины, и в том числе освобождение Крыма. То есть этот вопрос сейчас Трамп даже не ведет, он абсолютно об этом не говорит даже. Он хочет просто, давайте, вот линия фронта, какая она есть, ее замораживаем, там войска НАТО или что-то там ставим, типа каких-то миротворцев делаем некую линию демилитаризованную. И типа замораживаем, пока я вот 4 года буду президентом, а может 8, может еще баллотироваться. На период вот этого моего, значит, президентства, я наобещал своим гражданам, я должен выполнять свои обещания, поэтому будьте добры, делайте так, как я хочу. Я думаю, вот такая будет его позиция. Понятно, что для Украины это, конечно, абсолютно невыгодная ситуация. А для Путина это, в принципе, нормально. Мне кажется, Путин сейчас, наоборот, делает все возможное, чтобы побольше территорий захватить до момента начала этих переговоров. Потому что он понимает, что, в принципе, его это устраивает, если нам поставить такое условие, как бы будет давить на Украину, чтобы они согласились. А Путина это вполне устраивает, и поэтому он пытается побольше территорий захватить. В общем, я понимаю, что для Украины это, конечно, тяжелые 4 года, скорее всего. По крайней мере, потому что сейчас озвучивают новые власти Америки. Отсюда мы, конечно, делаем вывод, что для Украины это будут тяжелые как минимум 4 года. Но не исключено, что все может заиграть абсолютно новыми красками. Сегодня в Берлине прошел марш российской оппозиции, организованный Юлией Навальной, Владимиром Карамурзой и Ильей Яшином. Если кто следит вообще за российской оппозицией, я слежу, потому что это процессы, происходящие в российской оппозиции, они очень похожи на те процессы, которые происходят у нас в рядах нашего сопротивления. Прям настолько все откликается. У них в российской оппозиции сейчас очень серьезный такой раскол. Есть КАЦ, с одной стороны, со своим расследованием против ФБК. Там есть Ходорковский, его друг Невзалин заказал избиение Волкова из ФБК. В общем, у них конкретные разногласия. И вот в сгар этих разногласий был объявлен этот марш. И поэтому было очень интересно вообще, как он выстрелит этот марш. То есть кто туда придет, кто его поддержит, сколько там людей соберется. И, ну, можно, в принципе, уже декларировать, что он был успешным. Людей там было немало. В принципе, никаких серьезных таких эксцессов, провокаций там не произошло. Единственное, до марша еще были некоторые разговоры об использовании российского триколора. И Яшин даже призвал не использовать этот флаг, так как сегодня под этими знаменами ведется война в Украине. Убиваются украинцы. Но, тем не менее, естественно, сегодня там были немного, но некоторые люди пришли с триколором. И вот тут небольшие такие эксцессы были. Но они дальше каких-то припираний словесных, дальше не пошли. То есть никакого рукоприкладства, никакого вмешательства полиции там не понадобилось. В целом они... Кто-то убрал этот флаг, кто-то остался с этим флагом, прошел. И, в общем, нормально у них там все в итоге прошло. Но из этого можно сделать определенные выводы и для нас тоже. Потому что в нашем сопротивлении, в чеченском, в наших сторонниках свободы, у нас тоже есть такой свой кац у нас есть. У нас есть свой Ходорковский, люди из 90-х. То есть люди новые, из нового поколения, недовольные семьи. Те, кто считают, что вообще всех нужно критиковать. Там очень разные. В этом плане мы очень похожи. Российская оппозиция, ее состав и чеченское сопротивление в этом плане мы похожи. В плане разногласий, которые имеются. Внутри наших движений. Поэтому за такими процессами наблюдать всегда интересно. Понятно, что марш в Берлине войну нигде не остановит. Понятно, что Путин не посмотрит на этот марш и не скажет. Ух ты, все, там собрались в Берлине несколько тысяч человек. Мне теперь надо срочно подавать в отставку. Понятно, что такого не будет. Но это некая консолидация, это такая проверка. Насколько люди готовы в целом выходить. Сколько таких людей. Кто из сторонников этого сопротивления, российской оппозиции. Кто из них готов оставить какие-то разногласия и выступить в общей команде. Кто вообще именно вот эту команду, сколько человек поддерживает. В общем, много таких моментов, из которых можно сделать определенные выводы. Берлина Кадырова говорит, что это не просто так пояс повязывается. Это очень символический такой знак, жест. После повязания этого пояса, он уже обязан, в случае, если враг нападет на страну, на сёкло, он обязан выйти и защищать. Вот и мы с вами все ожидаем, что такие мужественные ребята, блин, ну вот не поздоровятся врагу, если он на нас нападет. Удивительный парадокс, да? Это тот случай, когда «держи вора» громче всех кричит «сам вор». Вот получается, что те, кто больше всех тут возникали и постоянно вешали на людей ярлыки, либо оказывались этими агентами, либо уезжали домой и шли на поклон Кадырову. Кадыров и Давудов говорили, что первые пойдут на джихад со своими сыновьями, но не едут в Украину. Но почему и сыновья не рвутся на фронт? Насколько же им плевать на репутацию лицов? Я тоже удивляюсь этому вопросу, так как мы же все с вами следили за тем, как растут эти дети. Они же, можно сказать, на глазах всего общества росли. Нам выкладывали постоянно в Инстаграм, как они тренируются, как они кушают, как они кому-то что-то дарят, где-то веселятся, где-то танцуют, где-то на стрельбищах стреляют. Тут же боксерские поединки, ММА. То есть мы вот это все, все буквально, мы постоянно за этим наблюдали. Мы не хотели этого знать, но это как, знаете, песни Пугачевой были в 90-х. Ты не хотел эти песни знать или слушать, но ты везде их слышал и ты их знал, до сих пор зная тексты песен Пугачевой. Вот это примерно такая история, когда тебе это не нужно, но ты знаешь, сколько ему исполнилось, кто ему что подарил, когда он права первые свои получил, в кавычках, подарили ему права. В общем, и когда ты за этим всем наблюдаешь и думаешь, блин, как мужественно они воспитывают своих детей, вот они дерутся, вот они тренируются, вот они стреляют, вот в каких-то таких национальных чеченских одеяниях им повязывают пояса. И дядя Кадырова говорит, что это не просто так пояс повязывается, это очень символический такой знак, жест. После повязания этого пояса он уже обязан в случае, если враг нападет на страну, на село, он обязан выйти и защищать. Вот и мы с вами все ожидаем, что такие мужественные ребята, блин, ну вот не поздоровится врагу, если он на нас нападет. Это же, вы представляете, это сколько там батальонов будет из этих детей, Кадыровских чиновников. Они сформируют как минимум несколько батальонов, они будут хорошо вооружены, у них уже мощнейшая просто подготовка, они впух и прах будут разрывать всякую мотострелковую, всякие дивизии натовские, морских котиков, пехотинцев, кого угодно. И тут вот начинается эта война с НАТО, и мы видим, что ни один из этих людей, которых мы ожидали увидеть на фронте в случае подобной войны, ни один из них в итоге на этой войне не присутствует. Получается, все эти навыки, которые они годами тренировали, все эти навыки, скиллы, они просто простаивают у них. Как мышцы человека атрофируются, если ты постоянной нагрузки не делаешь. Вот точно так же у них все эти скиллы, они тоже пропадают, атрофируются. По крайней мере, они их не применяют по назначению. И это очень печально на самом деле. Да, если бы совок не развалили, то Дудай дослужился бы до пенсии, и потом на генеральской даче писал бы мемуаров о своей героической службе в российской армии. Ты знаешь, что слагательство, это, конечно, вещь добровольная, ты можешь это сколько угодно практиковать, но в этом нет никакой серьезной аргументации. Это лишь свое допущение. Может быть, было бы вот так. Все может быть. Мы не знаем, как было, но мы знаем, как было. Вот это мы знаем. Как было бы, не знаем, но как было, знаем. И вот Джагар Дудаев, хотя мог спокойно, как ты говоришь, из советского генерала превратиться в российского, как остальные все превратились, дослужиться до своей пенсии, и, как ты говоришь, на даче генеральской где-то доживать свои дни. Но он этого делать не стал. Он приехал к себе на родину, возглавил борьбу чеченцев за свою свободу, за независимость, и пал шахидом, иншаллах. Мы делаем за него дуа, мы о нем хорошего мнения. Джагар Дудаев не был человеком идеальным, как и все мы такими таковыми не являемся. Однако его борьба и его конец в этой жизни, они были очень благими. Поэтому у нас о нем хорошее мнение. И о нем, и о других, то же самое можно сказать, и о Вослане Масхадове. Он тоже мог, будучи полковником на тот момент советской армии, мог дальше продолжить свою службу в российской армии, точно так же дослужиться до пенсии, где-то на генеральской даче закончить свою жизнь. Ведь примеры-то такие есть. Тут же Аслаханов, допустим. Вот человек, который пошел таким путем, он не присоединился к борьбе, он как был советским работником, дальше перекочевал в российского работника, стал генералом и вот закончил свою жизнь. Вот вам два примера. Посмотрите, допустим, на Джохара, на Масхадова с одной стороны, посмотрите на Аслаханова с другой стороны. Так, не можем же мы коснуться с вами Кадырова в нашем эфире. У меня есть мой четкий товарищ, вы о нем уже не раз слышали. Он постоянно держит на контроле все эти кадыровские моменты, их репортажи. И он начал уже недели-две, он начал мне скидывать некоторые кадры, говорит, смотри, они снова начали снимать Кадырова крупным планом, только верхнюю часть его туловища, то есть лицо и вот так чуть-чуть его грудь, они не показывают его полный рост. Потому что я тебе точно говорю, у него опять началась какая-то кризис, ну, начинается кризис со здоровьем, он опять начинает опухать. Они поэтому его не показывают, у него опять там фикс фигуры и проблемы, живот наполнился. В общем, распух. И, ну, я соглашался в целом, но не торопился. И вот он мне на днях, ну, вчера, по-моему, скидывает его фотографии, которые уже по этим фотографиям можно, конечно, констатировать, что у него, ну, тут два варианта. Смотрите, видите, кулаки его, руки, они какие-то круглые, костяшек вообще не видно. Ну, опухшие. И, ну, два варианта. Либо это отек, у него опять начались проблемы со здоровьем, с почками. Ну, либо он решил сделать руки-базуки. Помните, был такой тип Терехин, по-моему, его фамилия была. Он что-то закачал в свои руки, правда, выше он в районе бицепса что-то закачал. И его называли руками-базуки. Вот, видимо, здесь, ну, возможно, возможно, маловероятно, но возможно, что Кадыров тоже решил сделать себе руки-базуки. Но, скорее всего, это все-таки проблемы со здоровьем. И, возможно, мы опять скоро начнем все реже и реже видеть Кадырова. Опять на совещаниях нам начнут показывать все, что угодно, но не Кадырова. Зал людей, зевающих, засыпающих, какие-то декорации, стены, картины, карты, что угодно. И такая плохая, нечленораздельная такая речь. А потом и вовсе Кадыров, возможно, пропадет. Ну, а дальше либо выкарабкается снова. Ну, либо придется хоронить нам этого человека. Очень будет, конечно, печально, но мы справимся. Томска, ситуация в Абхазии. Московские олигархи захотели строить гостиницы. Абхазы не хотят быть обслугой в гостиницах. Наш хлеб пытаются забрать. Мы не хотим, чтобы русские приезжали на ПМЖ. Я видел, что происходит волнение. Нам даже президент, вроде бы, соскочил из Абхазии, протестующий потребовали его отсадки. Но я, честно говоря, не вникал в суть происходящего, поэтому я не буду детально это комментировать. Но скажу, что ожидание, что Россия будет просто давать деньги Абхазии, защищать, ну, точнее, оккупировать Абхазию без того, чтобы иметь там какие-то свои интересы, ну, как, например, строить свои гостиницы, да и все, что угодно, не выкачивая оттуда ресурсы, ну, это было бы очень наивно, я думаю, так полагать. В том числе, многие утверждают, что вы агенты ФСБ, но, по-моему, они ошибаются, вы гораздо хуже любого ФСБ, так как свои, которые играют на две стороны, хуже любого ФСБ. Я, кстати, сегодня буквально задумался о том, что те, кто больше всех кричали, что я работник ФСБ, агент Кремля, большинство из этих людей либо вернулись домой, нормально попротались с Кадыровым, дай уважение его отцу, его матери, всем там высказали, либо сами спалились тут, что они являются их агентами. Удивительный парадокс, да? Это тот случай, когда, держи вора, громче всех кричит сам вор. Вот получается, что те, кто больше всех тут возникали и постоянно вешали на людей ярлыки, на каждого, кто приезжал, люди с реальными проблемами, они сразу вешали на них ярлыки, что это ФСБшники, агенты Кремля, и в итоге эти люди сами либо оказывались этими агентами, либо уезжали домой и шли на поклон Кадырову. Те, кого эти в Кадыровском Куфриятии объявляют заблудшими имамами, я имею ввиду каких-то ученых ислама, подобие Ибн Таймии, допустим, которых, при упоминании имени которых у Куфрията бомбит. Представляете, здесь открыто на этих шейхов, на этих ученых делаются ссылки, их труды озвучиваются, их какие-то цитаты приводятся. Так, что же ты, если ты за Ичкерию не пошел по пути тех, кто воевал за Ичкерию и не воевал с Россией до конца? Ты думаешь, Тумсо, у тебя есть право осуждать кадыровцев, сидя в Европе? Как же сильно ты ошибаешься. Так, ассалам алейкум Тумсо, смотрел ли я диспут про Истераса в Ангушетии? Что можешь сказать? Интересно твое мнение, как думаешь, Кадыров смотрел, но ведь фанат Истерасы... Нет, я сам этот диспут, конечно, не смотрел, какие-то трюки, я видел, нарезанные, и я убежден в том, что муртият, Куфрият, точнее, Кадыровский и все вот эти одиозные личности из этого Куфрията, они все очень пристально за этим наблюдали. Я представляю, как их бомбило. Бомбило не от того, что о чем, кто там что говорит, точнее, не от сути, понимаете, не от аргументации, возможно, их стороны там или противоположной. Их бомбило от самого факта того, что такой диспут возможен, что стороной, представляете, просто открыто могут прийти сторонники Ахлю Сунна, то есть суниты, не суфи, те, кого они называют ваххабитами, называют террористами. Тут, прикиньте, они открыто приходят имамы, мечети, приходят люди, они садятся напротив представителей этих дарикатов и начинают дискутировать. И во время этой дискуссии, то есть это не допрос, вы понимаете, для Кадырова, для Нофтиято, такой формат, он возможен только, когда ты человека где-то схватил, привез его, посадил перед собой, и они тебя допрашивают, они копают тебя, проверяют твою ахриду, твою вероубеждение, твои взгляды на какие-то религиозные, в том числе и политические моменты, ну, как-то соприкасающиеся с религией. Они вот сидят и если ты, допустим, отвечаешь не так, как им хотелось бы, они там дальше копаются, задают тебе какие-то вопросы, на тебя кричат, на тебя оказывается давление, то есть они в таком формате привыкли вести эти разговоры, а тут представьте, у них под носом, прямо вот рядом в соседнем регионе, они видят, что открыто садятся имамы с одной и с другой стороны и начинают вести религиозный диспут, эти приводят свои доводы, те свои аргументы, они там друг друга пытаются опровергнуть. И те, кого эти в Казырском куфриятии объявляют забудшими имамами, я имею ввиду каких-то ученых ислама, подобие Ибн Таймии, допустим, которых, при упоминании имени которых у куфрията бомбит, представляете, здесь открыто на этих шейхов, на этих ученых делаются ссылки, их труды озвучиваются, их какие-то цитаты приводятся, и это настолько тяжело для них просто осознать, что такое возможно, я представляю, как их бомбило, конечно, нет сомнений в том, что они все это смотрели, наверняка, какие-то для себя делали выводы, что нужно проводить какую-то работу с их стороны, в любом случае, какие-то действия, я думаю, будут. Сам Кадыров, ну, вряд ли он, наверное, весь этот диспут сел бы смотреть, но в целом, он тоже, конечно же, знал, что это идет, и его это тоже очень серьезно бомбило, и ему это не нравится. Вот, но результаты, какие могут быть результаты вот таких диспутов, никогда не бывает в подобного рода дискуссиях, не бывает такого, что одна сторона признала его заблуждение, согласилась со второй стороной, ожидать такого и не стоило, и не стоит никогда. Они все равно разойдутся, каждый на своей позиции. Здесь важно просто, кто в этом, в этой дискуссии, кто как выглядел, какие аргументы приводил, то есть, насколько они звучали убедительно для тех, кто их посмотрит. И понятно, что есть ядерная такая аудитория у одной стороны и у второй. Это люди, которые никак не изменят свои позиции. Они на каждой, на каждой на своей стороне, они убеждены и их никакие вот эти доводы двух сторон не собьют. Но есть та часть, которая находится в неких сомнениях. И вот эти, для этих людей очень важно, кто из них какую аргументацию, как будет выглядеть, то есть, насколько его аргументы будут убедительны, его доводы будут качественны. И вот в этом плане, конечно, я думаю, что для жителей Ингушетии этот диспут оказался полезным. Пусть Алла сделает его благим для наших братьев и сестер из числа Ингушетии. Так, что же ты, если ты за Ичкерию не пошел по пути тех, кто воевал за Ичкерию и не воевал с Россией до конца? Ты думаешь, что у тебя есть право осуждать кадыровцев, сидя в Европе, как же сильно ты ошибаешься? Да, Компот, увы, я считаю, что у меня есть такое право и я буду этим правом своим пользоваться. Чтобы говорить о том, что не пошел до конца, я должен был где-то идти, потом прекратить. Я вообще никогда ни в каких боевых действиях, ни в каких войнах, ни в чем не участвовал. Я человек абсолютно мирный, в период войны, вообще саму эту войну застал, будучи ребенком, еще маленьким. Поэтому очень много видел российского беспредела, видел ужасы войны. Это оказало серьезное влияние на мою детскую психику. Потерял родственников, очень близких мне людей, потерял на войне. И этих людей убили именно российские войска, российские солдаты. Поэтому, я сужу об этой войне, об этих событиях не как сегодняшние, допустим, эксперты судят о Второй мировой войне, просто почитав, проанализировав, узнав, то есть из чьих-то рассказов. Я выношу свои суждения, исходя из того, что я видел собственными глазами. И мне, например, даже когда, и даже пройдет 50 лет после этих событий, мне не сможет, допустим, какой-нибудь российский эксперт, тот же Белов, допустим, который любит об этих событиях рассказывать, мне не сможет никто зачесать, что это вот чеченцы, значит, вышли против России повоевать, что Россия пришла, бедные российские мальчики пришли, значит, наводить конституционный порядок, а такие, значит, плохие и грозные и чеченские и бородатые мужчины отрезали головы. То есть мне не сможет никто это зачесать. Я своими глазами видел проезжающую технику, БТР и БМПшки, как они на ходу проезжали, вот так, прямо в центре города по проспекту, скидывали трупы чеченских мужчин, парней, которые были до этого во время зачисток или где-нибудь на блокпостах были похищены. Либо просто они ехали, увидели на дороге, схватили, забрали, и вот прям на глазах скидывали трупы и выезжали. Я это своими глазами видел. Я видел своими глазами, как российские войска приходили со своими зачистками, грязные, чумазые, мерзкие, вламывались в дома, во дворы, где-то своей бронетехникой прям заезжали, ломали обороты, заезжали прям во дворы, искали мужчин, заходили в дома, чистые, чистые чеченские дома, которые не заходят в обуви. Они вламывались в эти дома в своих грязных солдатских керзовых сапогах и наполняли твой дом своим присутствием и своим смрадом мерзким. Я вот все эти моменты очень хорошо помню. Я помню тела близких родственников, похищенных до этого во время зачистки. Потом где-то кто-то говорил, что вот рядом с Ханкалой на свалке большое скопление ворон, наверняка они выкинули туда трупы. И вот все те, у кого пропали мужчины во время зачисток с разных сел, до всех доходил этот слух и все ехали туда, чтобы найти там своих родных. И я помню, как мы, допустим, нашли там своих родственников двоих и как мы их привезли и у них они были настолько запытаны, что у них не было глаз, были отрезаны уши и усы. Все эти моменты я видел своими глазами, поэтому мне никто не сможет зачесать. Даже пройдет там 50 лет, а вот этих бедных российских солдатиках, которые приехали, просто у них не было выбора, они все такие хорошие. Мне никто это не сможет понимать. В том, что парней из Чечни по-прежнему также активно отправляют на войну, как и во время мобилизации. Он бы с таким удовольствием этот вопрос решил, потому что это настолько серьезная победа была бы для него. Вы представляете, вопрос 80-летней несправедливости и никто его не смог решить, еще ни один человек, ни одно правительство, ни свободное, ни оккупированное, никто этого не может, не мог до сих пор решить. И тут, представляете, если Кадыров в раз и решил этот вопрос, насколько это был бы для него предмет гордости, и насколько реально многие люди обманулись бы этим. Так, слышал про Рамазана Рабаданова? Кстати говоря, да, слышал. И, знаете, это такая история вообще неприкрытого произвола российской власти, наглости. Нет, мне это напомнило историю Руслана Кутаева в 2014, по-моему, году. И вот тогда за то, что он участвовал в углом в столе, приуроченном к дню депортации ищенцев и ингушей. Этот круглый стол очень понравился тогда Кадырову. Всех участников он тогда подтянул к себе, отчитал. А Руслан Кутаев когда не приехал, вот Руслана Кутаева сразу объявили в розыск. В общем, его очень быстро нашли, арестовали, привезли, там его пытали, потом посадили в итоге на 4 года. И вот посадили его тогда за то, что у него якобы были наркотики, героин. Типа у Руслана Кутаева был героин. Вот он употреблял, с собой вез героин. Уже на тот момент, главное, будучи человеком разыскиваемым, зная, что его ищут, он при себе имел героинь. И как раз, когда его задержали, только вот эта история появилась, что у него якобы наркотики обнаружены. И один из людей, бывший сотрудник, уже прослуживший в органах, но уже на тот момент находившийся на пенсии, он тогда сказал мне, что Руслану Кутаеву сначала хотели мешок марихуаны на него повесить. И начали уже это дело якобы. И кто-то сказал, слушайте, мешок марихуаны слишком будет. Чересчур это смешно и нелепо. Давайте героин лучше, сколько-то граммов подкинем, оформим. И на этом согласились и подкинули ему героин. Вот с Рамадановым, мне кажется, это такая же история. Ведь по официальной версии он с гранатой шел или ехал в Махачкале. Куда он с гранатой шел? Просто когда фабриковали это дело, по всей видимости, поставили задачу, его нужно задержать и посадить. За что? Не знаю, разные версии идут, что он что-то там начал неугодное власти говорить, критиковать. Не знаю, я его не смотрел, зрителям не являюсь, не в курсе. Но то, что он с гранатой по Махачкале не разгуливал, это очевидно не только для меня, для любого чуть-чуть здравомыслящего человека очевидно. Это очень нелепая глупость. Дагестанские менты когда решали, за что его задержать, что ему подкинуть. Мне интересно вот эта дискуссия наверняка между ними происходила. Давай пистолет или может гранату давай ему наркотики подкинем. Не чтоб марихуану подкинем, наверняка они что-то спорили. И в какой-то момент, во всей видимости, вот эта версия с гранатой показалась им более убедительной. И решили подкинуть гранату. В общем, это настолько же наглая, очевидная подстава, очевидный такой произвол. И власти здесь не хотят даже делать вид. То есть, они не хотят никого абсолютно из нас, из вас, из общественности, из этого мира, никого они не хотят даже убеждать в том, что он реально мог быть с гранатой. Как и в случае с Кутаевым. Никого не пытались даже убедить, что у него был героин. Вот тут все в этом мире понимали, что у Кутаева не могло быть героина. Не было у него. Невозможно. Как и у Аюба Титиева. Не было у него марихуаны. Его посадили, осудили, и он отсидел за то, что якобы у него была марихуана. И вот точно так с этим Рабадановым, вот мир этот понимает, что не было у него никакой гранаты, не могло быть. И те, кто его сажают, они прекрасно знают, что мы это все понимаем. Но у них даже нет задачи какую-то более-менее правдоподобную версию для нас придумать. Они просто в наглую показывают, что делать то, что делал Рабаданов нельзя. Если вы будете делать, мы вот так в наглую вас посадим. Может быть, за гранату. Может мы вам гранату подкинем, а может быть, мешок марихуаны подкинем, а может героин вам подкинем. Это не важно. Нас не будет волновать вопрос обоснования этого, как судья, допустим. Если бы, к примеру, там был бы реально независимый суд. Вы представляете, лицо судей, которому принесут дело и скажут, вот Рабаданов с гранатой ходил по Магачкале. Ни в одном независимом суде такое дело бы не довели до приговора. Но в России понятно, что не будет никакого справедливого суда. Так что, ну, жалко, наверное, Рабаданова. К сожалению, он попал в эти журнала. Абу-бандиты. Да, Абу-бандиты. Абу-бандиты, это сейчас почему-то вот так начали называть российские всякие вот эти русские общины, нацистские организации и люди с такими взглядами. Начали называть Абу-бандитами всех приезжих в Россию. Мигрантов, старбайтеров. Их называют Абу-бандиты. И часто в Твиттере где там попадаются какие-то ролики, допустим, очередной Абу-бандит избил русского парня или прислал русской девушке и что-то подобное. Видимо, вот этот Абу-бандит, в общем, это такое общее, такое нарицательное название они теперь дали. В чем смысл того, что многие мои незнакомые хищенцы в статусе выставляют будто с гордостью фото с СВО с оружием своих друзей на вроде якобы за независимость в приватных разговорах. Это какое-то издевательство, наверное, над здравым смыслом. Может, эти люди страдают раздвоением личности. Я не знаю, как это объяснить, дорогой друг. Для меня это тоже очень странно, что люди подобное делают. если ты... Короче, я даже не буду пытаться это все объяснять. Это просто нелепо. Почему вы все время молчите, что война против Украины это преступление по статье 353 УК РФ? Мы в пятерке скрываем этот момент, пытаемся его скрыть. это такой общий заговор всех медийных людей. Один раз в месяц у нас нас собирают, у нас проходит конференция закрытая, никто об этом не знает, и постоянно нам говорят о том, чтобы мы вот этот момент замалчивали, никому об этом не говорили, что война против Украины это преступление по статье 353 УК РФ. Вот я сейчас это озвучил, у меня теперь будут проблемы. Понял, спасибо, я думал, может культ оружия сильный, мол, неважно, где применять его, главное, что можно применить, причем парни сами по себе вроде неплохи. Нет, это никакой не культ, это просто какое-то издевательство над здравым смыслом. Это работает в обе стороны. Вот ты говоришь, что вроде в приватных разговорах люди за свободу независимости выкладывают каких-то СВОшников с оружием, но и наоборот ведь тоже бывает, он вроде бы какой-то СВОшник или кадыровец, а он выкладывает допустим слова или цитаты из Корана, например, или какие-то хадисы и прямой смысл этих цитат, которые он выкладывает, это противоречие тому, что делает он. Или, например, они могут какие-то песни Муцарайева, допустим, со времен Первой войны или Второй Российско-Черченской войны, где воспевается опять-таки храбрость тех, кто воевал против России, где воспевается борьба за свободу, они, например, эти цитаты выкладывают. Я не знаю, как это работает, как они женят вот эти два мира внутри себя, это для меня загадка. Наверное, это издевательство над самими собой, над здравым смыслом. Ты знал, что Дустом у Кадырова в телефоне записан, как маме Куарни? Нет, кстати, не знаю. Я не знаю, как Дустом записан у Кадырова, но я знаю, что Идрис Черхиков это племянник Рамзана Кадырова, сын его сестры Зарган, а отца Идриса Черхикова зовут Рамзан, это муж сестры Кадырова, муж Зарган, ну, зять Кадырова. И вот у этого Рамзана Черхикова позывной был адвокат. Вы знаете, что у этих кадыровцев у всех есть какие-то позывные клички, они друг друга по этим кличкам очень любят называть. И вот я достоверно знаю, что Идрис Черхиков своего отца Рамзана Черхикова обращался к нему словами адвокат. Он называл своего отца по вот этому позывному по прозвищу адвокат. Это было очень странно для вообще это для любого чеченца это странно. Чтобы потом отца своего называть по какому-то прозвищу. Так что вот такие у Кадырова и его родственников у них вот такие усой и локш. В том, что ты был прав про Ух, Кадыров ни слова не обмолвил про обращение своего же народа о помощи. Чего и требовалось ожидать. Для него это такой очень щепетильный вопрос для Кадырова. Я поэтому всегда смеюсь для меня это смешно когда такие эксперты российские начинают в случае когда Кадыров объявил кровную месть. Кадыров влез в разборки Уайлдберрис. Кадыров что-то какому-то чиновнику сказал. И вот в этой ситуации когда эти эксперты садятся и говорят да, Кадыров выходит из-под контроля Путин теряет Кремль теряет контроль над Кадыровым Кадыров уже начинает буянить Вот такие вопросы вопросы о ухах показывают что Кадыров буянит или что-то говорит что-то делает только там где либо ему сказали что можно либо он даже и без вопросов понимает что можно есть какие-то моменты где ему даже не нужно спрашивать он знает что можно ему и наказать и поехать и кого-то поймать оторвать избить убить То есть там, где знает, что можно, он может не спрашивая делать. Там, где он сомневается, он спросил. Значит, он спросил, ему позволили, как, например, в случае с Керимовым, вообще со всей этой историей Уайлдберрис. Там нет никаких сомнений, что он спросил, ему дали добро, и он пошел в атаку. А вот Аух, это такой момент, где ему не дают этого добра. И он знает, что ему не дадут. Поэтому он даже словом никак не вмешивается в эту историю. Хотя у него была бы хоть малейшая надежда, что ему там дадут этот вопрос решить, он бы с таким удовольствием этот вопрос решил, потому что это настолько серьезная победа была бы для него. Вы представляете, вопрос 80-летней несправедливости, и никто его не смог решить. Еще ни один человек, ни одно правительство, ни свободное, ни оккупированное, никто этого не мог решить. И тут, представляете, если Кадыров в раз и решил этот вопрос, насколько это был бы для него предмет гордости. И насколько реально многие люди обманулись, глядя. Он туда не влазит не потому, что не хочет, потому что ему не дают. Асамам алейкум, что скажешь насчет диспута между Аглю Сунной и суфистами в Ингушетии? Ведь такого прецедента не было, и это сегодняшний день самый острый вопрос среди войнах. Алейкум асалам. Я вначале уже прокомментировал эту тему, брат, поэтому я не буду долго об этом говорить. В целом, я скажу, что, конечно, это очень обрадовало. Я сам этот диспут не смотрел от начала и до конца. Но какие-то отрывки я туда видел, некоторые моменты даже очень смешные. Ну и просто само понимание, насколько это неприятно Кадыровскому куфрияту, это, конечно, уже от самого этого понимания становится очень приятно и тепло на душе и сердце. Поэтому, в целом, конечно, это очень радует. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы этот диспут стал благом для наших братьев и сестер из числа Ингушей. Ну и не только и те, кто это посмотрели, из числа чеченцев, кто это понял. Но я думаю, что для них тоже в этом будет польза Иншала. В том, что парней из Чечни по-прежнему также активно отправляют на войну, как и во время мобилизации. Наоборот, во время мобилизации, ты, наверное, говоришь, частично это якобы мобилизации в 2022 году, которую они проводили. Наоборот, тогда у нас не было такой активной отправки. То, что сейчас происходит в республике, это пик. Пик вот этого беспредела. У нас сейчас повальная массовая отправка людей. Вы знаете, словами это все передать очень сложно. Драматизм этой ситуации. Я вам сейчас так говорю и понимаю, наверное, у вас такая картина складывается. Ну да, наверное, сложно. Кого-то отправляют, повестки, наверное, кому-то приходят. Но нет. Вы понимаете, что улицы опустили, кафешки опустили. Места, где обычно собиралось много людей, молодежи, где молодежь любила отдыхать, опустили. Реально ребята не хотят выходить, боятся, потому что всякие рейды, посты, где просто вот ты где-то оказался, тебя увидели, зацепили. И далее там идет вход все, что угодно. В телефоне что-то им не понравилось. Или где-то ты, может быть, когда-то куда-то попал из-за таблеток каких-то тебя задерживали. Вот все, что угодно, просто ногтем, если там есть где-то место, так зацепиться. Все, тебя цепляют и отправляют воевать в Украину. Поэтому ситуация на самом деле сейчас очень-очень сложная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok